Дневной разворот Добрый день тоже Надо больше внимания уделять Так называемым людям третьего возраста И я хочу сказать что вы знаете Правда вы знаете Буквально в этом месяце Я была в Москве на серьезном Очень семинаре и там докладывалась Информация о том что происходит Вообще с людьми Со старением населения Или наоборот там с увеличением Длительности жизни И эта проблема обсуждается во всем мире Каждая страна естественно решает по своему У нас был японский представитель Который говорил что у них вообще там Процент населения который в этом возрасте Находится очень велик И как они решают это Говорили про Великобританию Что буквально к 30 году Треть населения Которое сейчас живет Они будут достигать Столетнего рубежа То есть увеличится настолько Конвеличивается сейчас уже Продолжительность жизни Что говорить о том Что у нас есть Неработающие пенсионеры Люди заканчивают Свою деятельность 55-65 лет Это уже абсолютно не актуально И все что направлено В развитых странах сейчас На людей третьего Так называемого Третьего возраста Это их занятость И к ним уже не относятся Как к людям Которые могут выполнять работу Подсобную только какую-то Вот там дворников Охранников и прочее К ним уже относятся К очень серьезному Трудовому ресурсу Поскольку есть Огромный накопленный опыт И люди не уходят На вторые, третьи, десятые роли Они наоборот Рассматриваются Как серьезные Перспективные сотрудники Для того чтобы возглавлять Отделения, департаменты И прочее Это ты сейчас про Киров говоришь? Я говорю про мировую тенденцию Мировая тенденция, да Про мировую тенденцию И мы поздно или рано Позже, конечно Чем они Но достигнем Тех же результатов В итоге И об этом Нужно задумываться Уже сейчас У меня лично Эта перспектива Очень приличает Потому что Не хочется думать О себе Как о человеке Который Через 10-15 лет Закончит Свою трудовую деятельность А хочется Рассматривать перспективы Изменения Там Например Трудового Какого-то может быть Пути И обучения Соответствующего И поэтому Я думаю Что все О чем мы сегодня Тоже будем говорить Это вполне себе Может быть Зачатки этого движения Но уже Точные движения В нашей стране К тому Чтобы мы Анечка с тобой После 40 Не думали Что как-то нам Жизнь закончилась Собрать денег На остаток жизни Такое прозябание А будем думать Только о другом О том Что нам нужно Будет обучиться Там-то и там-то Будут предоставлены Возможности О том Чтобы рассмотреть Новые В общем Может быть Какие-то сферы Своей реализации И в профессиональном смысле И в смысле Досуга И общения Я должна тебе сказать Что ведущее Кадровое агентство Российские Я имею ввиду Конечно Московские Прежде всего Сейчас уже Задумываются об этом И специальные Есть программы По трудоустройству Людей предпенсионного возраста Людей даже пенсионного возраста И курсы Переподготовки И прочее И прочее В Москве Естественно Для многих Это стоит Очень больших денег Но те люди Которые могут Себе этого позволить И те Которые не хотят После выхода На пенсию Вот исключительно Погрузиться Только там Огород или телевизор Они сейчас Тоже уже Подкапливают деньги Чтобы поучаствовать В этих программах Это все равно Все к вопросу О пенсионных накоплениях Почему Аня сказала Я сказала Что мы будем Принимать звонки По телефону 211-101 От заинтересованных Наших слушателей В адрес Пенсионного фонда Вопросы Которые могут задавать И я подтверждаю Эту возможность 211-101 Пожалуйста Задавайте свои вопросы Возможно И скорее всего Мы глубоко Копать много времени Не сможем И посвятить Но точно Николай Владимирович Возьмет их на карандаш И мы сделаем Какой-то там обзор В начале следующего года Где мы можем проблематику Просто разобрать Вот этих вопросов Поэтому пожалуйста Звоните Задавайте Мы их всех учтем Ваши вопросы И пожелания Но сейчас к нашей теме Все-таки Взаимодействие Союза пенсионеров И Пенсионного фонда России По Кировской области Как год прошел Ольга Сергеевна Давайте Дама Дама ферст Спасибо Спасибо Во-первых Мне очень хочется Поздравить всех С наступающим Новым годом Всех слушателей Всех кировчан И особенно наших Очень активных Пенсионеров Которые Своей работой Доказывают Своим трудом Доказывают То что Не все еще потеряно И на пенсии Жизнь Очень активно Продолжается Но если подводить Итоги Так вот Очень Срез делать По Связанной С федеральными Программами В которых Наши пенсионеры Участвуют И активно Участвуют Вначале На районном уровне Потом на областном А потом выходят На уровень России То надо сказать Что в мае месяце Мы очень неплохо Выступили На всероссийском Чемпионате По компьютерному Многоборию Среди пенсионеров Мы где-то Среди 70 Субъектов Федерации Где-то 34 Были На спартакиаде Пенсионеров России В Пензе Мы заняли Наша команда Заняла 14 Общекомандное Место Но были даже Результаты И пятые По отдельным Видам Спорта Из Белгорода Приехали В ноябре Месяце И наш Ансамбль Из белой Холуницы Ветеранов Занял Аж первое Место В поединке Хоров Поэтому Даже вот эти Результаты Они Показывают О том Что Стараются Наши Пенсионеры Работать И продвигать Не только Самого себя На какой-то Результат Лучше Но и Делать имидж Для Кировской Области Тем более Что вот Сейчас С оператором Сотовой Связи МТС Проходит Проект Мобильная Академия Для Пенсионеров И Наш Киров Занял Одно из Первых Лидирующих Мест И Участвуя В конкурсе Твое Любимое Хобби Да Мы начинаем Принимать Звонки Мы Еще раз Если они Выбиваются Из нашей Общей Конвы То мы Записываем Эти вопросы И может быть в конце программы Либо ответим Либо скажем Что в следующую программу Перенесем Давайте Примем звонок Нашего слушателя Алло Добрый день Добрый день Представьтесь пожалуйста Меня зовут Константин Мне 90 лет Когда пенсия За январь Когда выдадут пенсию Константин Спасибо за вопрос Во-первых Добрый день Уважаемые Радиослушатели Еще раз Также бы хотелось Поздравить всех С наступающим Новым годом И я к сожалению Не знаю Уважаемый Константин Которому уже Очень уважаемый возраст Я не знаю Каким образом Вы получаете пенсию Через Какую Организацию Доставщика У них есть Разные Совершенные Условия Есть Возможность Кто получает Через кредитные Учреждения Это банки Или филиалы банков То пенсия Будет зачислена До нового года Это на карточку Вот то что получает То что приходит На карточку Да Совершенно правильно А если вы получаете Через почту России То по Тому графику Которую есть У почты России Здесь Досрочной пенсии У нас нет Она начинается С 4 числа Поэтому Есть графики На каждом почтовом отделении Вы можете поинтересоваться Когда конкретно Вы сможете Получить пенсию Поэтому Еще раз Понятно Это не только Ответ на вопрос Константин Это всем Такой Я думаю Что да А все таки Простите Карточка Все таки Получается Это удобнее Эффективнее Да Ну не совсем Что удобнее Эффективнее Здесь проблема Заключается В работе Тех учреждений Которые могли бы Финансировать То есть Если бы У нас Министерство Финансов И Центральный банк Казначейство Работали Все вот эти дни Не было бы Каникул У нас бы Выплата пенсии Была Именно по тому Графику Который существует Это 8 число Но 8 число Еще выходной день И поэтому Мы будем Финансировать Несколько Досрочно Все понятно Продолжаем разговор С Союзом пенсионеров И пенсионным фондом Итак Наши пенсионеры Достигают Определенных успехов На различных мероприятиях И конкурсах А вот мне хотелось Узнать Еще Ольга Сергеевна Как вы оцениваете В этом году Активность Вот этих программ Количество этих программ Которые рассчитаны На пенсионеров Некоторые из них Вы уже перечислили Оно возрастает Или оно Вот как-то На одном уровне Вы знаете Меня очень радует Что у нас В городе Кирове Хотелось бы Чтобы так же И в районах было Появляется все больше И больше Для пенсионеров Различных И организаций Которые занимаются Их досугом Вот сейчас Очень здорово Что практикум Переехал Из такого Отдаленного места В центр города И пенсионерам Значительно легче Там побывать И узнать На что Способны И как можно Применить свои силы И знания Для того Чтобы участвовать В этих мероприятиях Работают И другие Организации И чем больше Мероприятий Будет для пенсионеров Тем больше Будет возможность Им себя Реализовать А вот Если мы говорим О практикум Я согласна Конечно Центр города Это не выселки Куда трудно было Добираться И мы каждый день Проходим мимо октября И видим Как активно Заполнен этот центр Вы знаете Когда эта вся идея Только начиналась И затевалась И обсуждалась У меня Были Тревожные Ощущения По этому поводу Потому что Ведь это Не муниципальное Учреждение Это вполне себе Бизнес-проект Такой И я думала Тогда А смогут ли Наши пенсионеры Потянуть Что называется Абонементы Судя по наполняемости Малтыши потянули Там еще и очередь То есть Потребность есть Может быть Если вы контактируете Близко Есть ли планы У этого бизнеса Развивать Подобное учреждение В нашем регионе Ну я думаю Что да Вот буквально На той неделе Мы встречались С руководством И договорились О соглашении О заключении Соглашения В данном вопросе Уже По досуговой части Потому что Слушатели нашего университета Люди очень активные И если мы брали Какие-то контрольные показатели По внеаудиторным мероприятиям Проводимым Среди слушателей университета Третьего возраста То они у нас Зашкаливали в два раза В сравнении с тем Которые мы Показали Поэтому Я думаю Надо дать Любую возможность Пенсионеру Выбрать то Что ему по душе И это здорово И это правильно Как можно больше мероприятий Будет для пенсионеров Тем легче И интереснее Будет их жизнь А что касается Вот все-таки Платных каких-то мероприятий Запрос Все-таки От пенсионеров Какое? Ваших слушателей Третьего возраста Они просят у города Они просят у правительства Чтобы было больше точек С бесплатными услугами Или они Готовы самостоятельно Выбирать И делают выбор В сторону Организованного Платного досуга Вы знаете У меня были тоже Такие же сомнения Как и у вас Когда открывался практикум Но когда Сегодня Вот я уже вижу И мы уже общаемся Наши слушатели Они активные участники Практикума Поэтому Меня просто радуют Их успехи И там Где они занимаются Поэтому Я еще раз повторяю Чем больше мероприятий Чем больше организаций Будет работать с пенсионерами Тем позитивнее будет У них настрой Тем больше Они будут себя Вкладывать В свои знания И умения Они же тут общаются Они находят новых друзей Они же Друг с друг другом Делятся своим жизненным опытом И поэтому Там даже свадьба происходит Насколько я знаю Мы сейчас прервемся Буквально на полминуты И продолжим С Николаем Пасанковым Управляющим отделением Пенсионного фонда России По Кировской области И Ольгей Колесниковой Председателем Кировского регионального отделения Союза пенсионеров Продолжается программа Дневной разворот В студии по-прежнему Анна Лапшина Светлана Занько И наши гости Николай Пасанков И Ольга Колесникова Говорим про университет Третьего возраста Николай Владимирович Ну вот Все-таки Университет третьего возраста Я так понимаю Что это совместный проект Союз пенсионеров Пенсионный фонд Медицинский наш университет Правильно я понимаю И правительство области Это бесплатная Это бесплатная история Бесплатные активности Начиналось все там По-моему с двух Или с трех Каких-то направлений Сейчас Если мне Если меня не обманывает Сайт нашего медуниверситета Этих направлений Семь А может быть даже и больше Потому что Ольга Сергеевна Нам в перерыве сказала Что выиграли грант Большой достаточно Да И теперь те активности Которые происходили Ну как-то вот ограничены По срокам Теперь они прям вот Ну весь год будут То есть весь год У пенсионеров Будет возможность Заниматься и учиться Чему-то новому Ну я должен начать Наверное видимо с того Что даже тот звонок Который прозвучал Он как раз говорит о том Какой в основном Интерес у старшего поколения К пенсионному фонду То есть когда будет пенсия Каким образом Она будет увеличиваться Меркантильный интерес Я еще наверное должен Повторить Что в этом году В действительности Это будет первое сообщение Почему? Потому что У нас только лишь запланировано На сегодня сообщение Через средства массовой информации О порядке изменения Размеров пенсии Поэтому я вот очень рад Что в прямом эфире Я вас могу об этом сказать Но есть решение Оно принято уже И все документы подготовлены По индексации Размера пенсии страховой Не с 1 февраля Как обычно А с 1 января Именно поэтому Вот наверное У пенсионеров И повышенный интерес И какой там будет Размер пенсии Когда она будет выплачена То есть у каждого Это сюрприз Да? Такой получается Я думаю что это совершенно Правильное решение Было сделано То есть почему-то Раньше индексировалась Пенсия с 1 февраля Хотя весь год В принципе уже Информация о том Какой уровень инфляции Был за предыдущий период И уровень инфляции Превышен индексацией Но это индексация Только лишь страховых пенсий А с 1 февраля Будет индексация Ежемесячных денежных выплат А с 1 апреля Социальных пенсий То есть все категории пенсионеров Получат повышение пенсий Выше чем инфляция За 2017 год Что касается Союза пенсионеров Вот вы понимаете Задача пенсионного фонда Обеспечить выплату Тех обязательств Которые есть по закону А вот союз пенсионеров Для нас Это как Скажем В отрасли строительства Это самоорганизующаяся Такая организация Сырота Здесь точно так же Вот это Это общность людей Которые заинтересованы В организации Своего сегодняшнего дня И будущего И поэтому мы всячески Поддерживаем Инициативы Которые есть У старшего поколения Именно по организации Собственной занятости Это не просто Какая-то идея Отдельных лиц Это политика государства Есть стратегия В интересах Старшего поколения Она долгосрочная И там как раз Я очень рад Что вы сказали И наверное Поблагодарить Тех, кто вас пригласил На этот семинар На котором Господина Кудрин Надо поблагодарить Он пригласил Вас проинформировали О том Какие мировые тенденции Но Россия является Частью этих мировых тенденций И поэтому У нас вот все то же Что происходит во всем мире Происходит и у нас Это и продолжительность жизни растет Это и постепенно растет уровень Материального обеспечения И он дает возможность Именно занять Пенсионером самим себя В какой-то области деятельности Именно поэтому Вы знаете Что университет третьего возраста Он существует у нас уже Фактически 8 лет И за это время Он прошел определенное развитие Вот задача пенсионного фонда Именно заключается в том Чтобы обеспечить С теми заинтересованными лицами И возможными Дальнейшими партнерами Взаимодействия Старшего поколения Что мы собственно и делаем То есть вы такой мостик Да Получается Совершенно правильно Совершенно правильно Здесь мы взаимодействуем И с правительством Кировской области Здесь мы взаимодействуем С учебными заведениями С организациями Которые так или иначе С университетом Третьего возраста И самое главное Мы обеспечиваем Взаимодействие С теми структурами Которые Позволяют Получить Современные знания Пенсионеров Вот еще Ольга Сергеевна не сказала Среди всех тех Результатов Которые из Кировской области Наверное Очень значимый Тот результат Что Самый Самый высокий Процент И самое большое Количество Обученных пенсионеров Компьютерной грамотности Находится в Кировской области Тут конечно Надо сказать спасибо Самый высокий По России По Российской федерации То есть наибольшее Количество пенсионеров Которые прошли Через все формы Обучения В том числе Через университет Третьего возраста Находится в Кировской области Это более Ста 60 тысяч человек Это коллеги Мы вас поздравляем Выражаем свое уважение Ну это благодаря проекту Областному проекту Волонтера информационного общества Который был открыт В 13-м году В сентябре 13-го Этот проект заработал И до сих пор Вот он существует И имеет огромный спрос Но Николай Владимирович Сейчас наверное еще скажет Вы знаете Именно вот этот показатель Он говорит о том Что здесь возможно Организовать работу Со старшим поколением Различным структурам И государственным И негосударственным А те знания Которые они получили Но я далек от мысли Что они все на 100% Ими воспользовались Но по меньшей мере Представление о том Что такое государственные услуги В электронном виде Каким образом Это можно получить Данные граждане имеют Но в конце концов Они просто перестали бояться К технике Подходить и нажимать на кнопку Вот это мне кажется Самый большой страх У людей Такого почтенного возраста Как бы что-то не сломать Это же дорого стоит И вот это может быть Первая ступенька Вот Участие в тех проектах В том числе Университет 3-й возрасте Туда приходят люди Которые уже столкнулись Вот с этими программами обучения Им интересно продолжить Это обучение А что касается занятости Да мы таким образом И формировали Вот эти факультеты О которых идет речь Чтобы они могли По окончанию Они имеются ввиду Студенты По окончанию Этого университета Могли применить Данные знания Не просто там Как-то теоретически В том числе С материальной пользой Для себя Совершенно правильно Поэтому Есть ряд проектов Над которыми мы сейчас работаем Но как раз требуется Тот мостик Который будет вести Переговоры Взаимодействия С теми структурами Которые могут быть Потенциальными заказчиками На эти предложения На эти проекты На эти решения Которые выработаны В ходе обучения Поэтому мы Намерены Активно Работать и дальше В этом направлении Что касается Самого университета Ну вы знаете что К сожалению В течение 2017 года У нас Произошла утрата Ректора Того университета С кем мы Все эти программы Выстраивали В том числе На долгосрочную перспективу Игорь Шишнул Да И сейчас у нас Есть новый ректор И первая встреча Которая была Наверное Александр Анатольев Очень активный человек Да Была с Вице-губернатором А вторая встреча Была с пенсионным фондом И с союзом пенсионеров Где мы снова Проговорили о том Какая программа Была на сегодня Какую перспективу Мы видим И для чего нужно Мне кажется Что там есть Полное понимание Необходимости Продолжения данного проекта Что это совершенно Имиджевый Не только для университета Но и для области Задача И это активно Поддерживается Правительством Кировской области И конкретно Губернатором Но вот новый ректор Он же к нам Из Орловской По-моему области Оренбургской Прошу прощения Да-да-да Вот там у них На местах Вы как-то делились впечатлениями Лев Михайлович Железнов Я упустила Простите Эту информацию Он был удивлен Тому что У нас есть Именно в таком виде Существующий Университет Третьего возраста У них там хуже все Давайте мы порадуемся За тебя Я хочу сказать Что там скорее всего По-другому По-другому Есть и курсы И все остальное Но в таком виде Университета нет Но так как он пришел Сам из медицинского Вуза Он понял Что для медицинского Вуза Университет Третьего возраста Для тех людей Для которых здоровье И здоровый образ жизни Является Наверное Одним из Ключевых Интересов Он понял Что это Необходимо Не просто Продолжать Необходимо развивать При этой встрече Первоначальной Мы обсудили Такие темы Которые Ректор сразу Сказал Что Лев Михайлович Он сказал Что это Не только Наверное Интересно Для старшего поколения Это интересно С научной точки зрения Для Медицинского сообщества Совершенно правильно То есть Вот как То что было сказано На этом совещании В Москве На этой конференции Как можно В том числе Медицинскому сообществу Принимать участие В дальнейшем Развитии Старшего поколения Чтобы оно было Востребовано Обществом Чтобы оно было Востребовано Конкретными предприятиями То есть Как можно Сделать так Чтобы И медицинская наука Пошла вперед В плане даже Развития Тех услуг Которые Медицина Представляет Сегодня Старшему поколению На мой взгляд Разговор Получился Очень интересным Очень конструктивным И мы При открытии Университета Третьего возраста То что Сказала уже Ольга Сергеевна Это вот Как раз Самый Точный показатель Самоорганизующей Организации Что они в состоянии Выиграть федеральный Грант Причем Этот федеральный Грант Обеспечит Финансирование Данного университета Работу Университета Оплату Конкретным преподавателям В течение Всего этого года Ну вот об этом Мы более подробно Поговорим После небольшой рекламы Через две минуты Вернемся в студию Продолжается программа Дневной разворот Союз пенсионеров Подводит итоги года И строит планы На будущее Мы говорим Об университете Третьего возраста С Ольгой Колесниковой Председателем Кировского регионального Отделения Союза пенсионеров И Николаем Пасанковым Управляющим отделением Пенсионного фонда России По Кировской области Ну настало время Рассказать Как работает Приемная комиссия На какие факультеты Еще принимается народ А где уже заполнены Все вакантные места Ну что ж В прошлом году Когда мы выиграли Грант На этот грант Мы обучили 650 Слушателей университета Третьего возраста По 7 образовательным Программам В 10 муниципальных Образованиях В этом году Нам посчастливилось Снова получить этот грант Но уже получить Как сказал Николай Владимирович На целый год И мы безумно рады Потому что Не будем сейчас волноваться В поисках Найдем не найдем Финансовые средства На то Чтобы с сентября Открыть двери Нашего университета Ну университет Третьего возраста Это проект Объединяющий Активных Целеустремленных Представителей Старшего поколения Готовых по прежнему Познавать себя И все что Все новое Расширять И углублять Имеющие знания А также Развивать Свои природные способности Ну я считаю Что мы Остановились На правильном Решении С организаторами Нашего университета А это Четыре структуры Союз пенсионеров России Кировский Государственный Медицинский Университет При поддержке Пенсионного фонда И правительства Кировской области И остановились На таких факультетах Ольга Сергеевна Их по прежнему Семь Или больше Их факультетов Пять Но сегодня Десять Образовательных Программ Специальностей Больше Да Если говорить Языком Обычного Вуза Согласна Факультет психологии С образовательной Программой Основы психологии Они остались Эта Образовательная Программа Осталась Прежняя С небольшими Изменениями Факультет домоведения С образовательными Программами Ландшафтный Дизайн Пожилые люди Познакомятся С основами Ландшафтного Дизайна Получат Профессиональные Советы Практические Рекомендации Это для садоводов Очень полезно Это очень активная Группа Которая Не только Обучается И создает Для себя На своих Садовых Участках Какие-то Проекты Но и есть Социальные Проекты Которые Нужно решать И их Внедрять В городской Черте А это прямо Во двора Света В жизни Слушатели Университета Это тоже Факультет Домоведения Это факультет Домоведения Пользуется Огромной Популярностью Ольга Сергеевна А вот можно Здесь уточняющий Вопрос Я вижу Что здесь Они получают Какую-то Информацию О влиянии Физкультуры Спорта На здоровье Оказание Первой Доврачебной Помощи Это другое Это другая Образовательная Программа Здесь Они получают Знания Об окружающей Среде Которые Влияют На здоровье Человека Информацию О качестве Употребляемых Продуктов Сейчас наши Обязательно Зайдут Пенсионеры И посмотрят Когда срок Качества Заканчивается Ну и состав Я думаю Естественно Конечно Естественно Физкультура Спорт Включают Специальные Физические Упражнения С учетом Возрастных И физиологических Особенностей Оказание Первой Доврачебной Помощи Это еще Одна Образовательная Программа На факультете Вот здесь Обучающиеся Получают Знания От алгоритмов Оказания Доврачебной Помощи При различных Неотложных Состояниях И повреждениях Обучаются Оказанию Помощи Себе И окружающим В экстремальных Ситуациях Применению Простых Мер Безопасности В быту И вне дома Ну и есть Конечно Практические Занятия Как Такие Как Небольшой Легкий Первый Массаж После ушиба Как правильно Его сделать Или Как вообще Отличить ушиб От перелома Или Как не побояться Поставить Может быть Необходимый Укол О Вот Я это хотела Спросить Учат ли делать Уколы И учат давление Уколы Ставить Помогать Самим себе Даже В некоторых Случаах Бывает и такое Факультет Культурологии Краеведения С образовательной Программой Основы Краеведения Пользуется Огромнейшей Популярностью Я Вот Мы сделали Небольшой Опрос Анкетирования Да и Можно посмотреть В нашем Областном Архиве Что очереди Наверное После наших Занятий Увеличивается Потому что Все активно Стали заниматься Своим Родословной Составлением Родословной И в поисках Других Интересных Моментов Нашей Родной Родной Вятки Ну и Конечно же Основы Экскурсоведения И Это хорошая история Патриотизм Который Вызывает Не только Сам Слушатель Прослушав Вот эту Программу Краеведения Он заражает Этим И своих Родных Ну и В этом Факультете Есть еще Нынче Год театра И поэтому Мы внесли Такую Образовательную Программу Как театр Как синтез Искусств Здесь Вот мы Будем составлять Программу Основываясь На наших Областных Драматическом Кукольном Театрах Тюзи На тех Будем Поставить На тех Наших Артистов И Любителей Народных Театров От народных Театров У нас очень Много В Кировской Области Есть театр Для пожилых Да Это общество Знания Делает То есть Это тоже Будут учить Играть на сцене Или нет Нет Это Немножко Другое Обучающийся Познакомиться С наследием Русской Мировой Культуры Через Историю Театров В течение Которого Он стал Синтезом Различных Искусств Музыка Архитектура Это больше Театральных Квитиков Готовить Подоброс Обсуждение Познакомиться Нужно И с нашими Театрами Которые Следующий Факультет Это факультет Экономики И тут тоже Есть новшества Не только Образовательная Программа Основы Экономики Которая была В прошлом году Но и Основы Права Мы в этом году Ввели эту Образовательную Программу Она нацелена На повышение Правовой Грамотности Пенсионеров Знакомство С вопросами Жилищного Семейного Гражданского Права Ну и других Отраслей Современного Нашего Законодательства Ну и в Этой же В этом же Факультете Как я уже говорила Совместно С оператором Сотовой связи НТС Мы проводим Уже с октября В рамках университета Мы начали с октября В рамках Грантового проекта С января Мы будем продолжать Вот эту Программу Обучения Пользоваться Мобильными устройствами Старшего поколения Уже три группы Смартфоны Да Планшеты Планшеты Вот это вот все В прошлом году Союз пенсионеров России выиграл Третий Завоевал Третье место В Приорском Федеральном округе И так как мы Постоянно Активно Участвуем В чемпионатах По компьютерному Многоборью Как областные Проводим Так и Участие во всероссийских В копилке У нас четыре золотые Две бронзовые Медали И Как бы Предложения у нас Складываются Неплохие С организаторами И поэтому Нам нынче Подарили Десять планшетов И вот на этих Планшетах Будут обучать Уже обучаем Три группы Вот последняя группа Выпущена Третья группа Выпущена 21 декабря Мы выпустили И вот завоевали Первое место Среди Участников По России Конкурса Мобильный пенсионер Моё хобби Да Конкурсе Моё хобби Перед Новым годом Награждение состоится Награждать будет Наш местный МТС На неделе Безопасного интернета В начале Февраля месяца Ну скажите же Скорее нашим Пенсионерам Лингвисты Еще у нас остались Еще одна программа И расскажем куда идти Да Это факультет лингвистики Но эта программа Остается прежней На базе Школьной программы Английского языка Мы принимаем Заявления На сегодняшний момент 20 заявлений Принято в эту группу Но останется После тестирования От 12 до 15 человек Максимум Ну в общем Стандартная группа Такая обучение Иностранному языку В школе же тоже Класс делят напополам Ольга Сергеевна Как-то можно оценить В процентном соотношении Увеличение спроса Вот на эти услуги Пока не могу сказать Но я знаю Что по нашему гранту Мы в этом году Не только в Кирове Но еще и в 12 То есть вместе с Кировым В 12 Если в прошлом году в 10 То нынче мы в 12 Муниципальных образований Вводим этот университет И предыдущим прошлогодним То есть этого года Мы подключать будем Город Орлов И город Зуевку Но это все-таки Районные центры Я правильно понимаю Районные центры Там где есть Педагогические Базы Базы есть Кто может обучать Среднеспециальные Учебные заведения И педагогический состав Хотя бы есть Чтобы кто мог взяться За проведение Вот этих образовательных программ А учение стартует в сентябре Нет Нет? Раньше? Значит так У нас уже С По 26 С 18 По 26 Декабря Была приемная комиссия Куда пришло 180 человек И уже записалось На разные факультеты Сейчас мы ждем Наших слушателей Вас Уважаемые пенсионеры К нам с 10 По 17 Января На продолжение работы Приемной комиссии Пожалуйста Приходите Выбирайте себе По интересам Факультет И вступайте В ряды студентов В ряды слушателей университета А приходить Приемная комиссия Работает по адресу Улица Комсомольская 34 Это отделение Пенсионного фонда Кабинет 111 Это первый этаж Напротив регистратуры Принимаем заявление От С 10 часов До 15.00 При себе Иметь паспорт И копию Диплома Об образовании Пенсионное удостоверение Не надо Не надо У меня Поскольку у нас остается Одна минута Буквально Следующее предложение Она подумает Ольга Сергеевна Раз у вас есть Слушатели Факультета Домоведения Которые занимаются Ландшафтным дизайном В городской среде То Возможно Удастся Поучаствовать В проекте 30 скверов Мы об этом уже говорили Но В чем сейчас Самая большая потребность У города Волнение Кто будет содержать И ухаживать За скверами Может быть Мы придумаем Обсудив с пенсионерами И со слушателями Вашего факультета Точки активности Вот потому что Эти люди Которые получили образование Которые понимают Как это нужно Если бы они Остановились Вот такими центрами Притяжения Понимания Как нужно содержать Сквер Ухаживать За ним И участвовали в этом Это серьезно бы помогло Городу в содержании скверов Даже с точки зрения Их безопасности Потому что Когда человек следит И он организует Вокруг себя Группу То Там уже Всякие вандалы Не поучаствуют И так далее Вот сейчас Насколько я понимаю Мы еще спросим Илью Вячеславовича Шульгина Который сейчас придет Включает ли он В активность городскую Вот этот проект 30 скверов На следующий год Но судя по Вчерашнему выступлению На общественном совете По экологии Да И здесь не обойтись Без активных граждан Конечно А если активные граждане Еще обладают знаниями Это тройная просто сила Как думаете Я думаю И считаю Что это очень Необходимо создавать Тем более в нашем проекте У нас Есть Контрольный показатель Как группа волонтеров Организация группы волонтеров А если учесть Что в медуниверситете Тоже есть группа волонтеров У них целая команда Волонтеров То тот проект О котором мы Хотим поговорить Уже с руководством города Я думаю Я думаю Что и обслуживание Этого Сквера Этого маленького Внутреннего дворика Областного госпиталя Я думаю Мы это потянем То есть Вот этот проект Победа Который сделали Наши Слушатели университета На факультете Ландшафтный дизайн Очень хочется Чтобы он у нас Не то что Зазвучал На словах А был Сделан на деле И подарен Нашим ветеранам Великой Отечественной войны Тем более что Со Сбербанком Мы об этом проекте Говорили Но нам очень нужны Дополнительные Финансовые ресурсы Мы со Сбербанком Сами пока Это не можем До конца потянуть На оборудование Внутреннего двора В медицинском вузе Нет Нет В областном госпитале Проект есть? Есть Там и проект И смета есть Нам немножко Не хватает Финансовых средств Там есть Великолепные Две ели Голубые ели Которые были посажены И выращены В начале Из семени Ели От неизвестного солдата И выращены Это уникальное Участникам Великой Отечественной войны Участникам Парада Победы К сожалению Время нашей программы Подошло к концу Но вот если Кто-то сейчас Из благотворителей Услышал Призыв наших гостей И готов поучаствовать Финансами В обустройстве сквера Во дворе У госпиталя ветеранов Пожалуйста В пенсионный фонд В союз пенсионеров В союз пенсионеров Хорошо Ну если в пенсионный фонд Николаю Владимировичу позвонят Я думаю Что он направит Куда надо Николай Пасынков Ольга Колесникова Благодарю вас За участие В нашей программе И с Новым годом С наступающим И вас с Новым годом Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok